Приветствую вас! Надеюсь, давайте разберём ваш вопрос. Итак, около трёх лет назад, а около трёх лет, мой сын стал управлять агрессией координарным. Здесь, как сказал мой коллега, кризис трёх лет может наблюдаться у ребенка. Агрессия – это, опять же, приобретённый способ поражения своих эмоций, своих чувств, возможно, даже любви. То есть, понимаете, агрессия может... Ну, агрессия всегда – это просто страх. А страх, как бы, это некоторая угроза, которую ваш ребенок, вероятно, чувствует. Также можно говорить в какой-то степени и про ярость. Здесь, когда, значит, человек, который, ну, вот, кусается, да, который огрызается, условно говоря, дерётся. Вот, значит, в действительности, хоть хочется, чтобы его обняли, вот, чтобы его прижали к себе, чтобы как-то вот, ну, скажем так, обезопасили, да. Вот, и это важный момент, потому что, вот, интересно, делал ли ваш муж, да, такой вот, ну, такое. То есть, снимал ли он ребенка крепко-крепко, когда тот, вот, так, так действовал. Вот, часто это имеет очень сильный эффект. Вот, так что здесь может быть как и ярость, так и страх. Естественно, что конкретно сказать нельзя, потому что нужно пообщаться с вами, но совершенно очевидно, очевидно, что в вашей семье приняты какие-то элементы. Элементы, ну, сдерживать какие-то элементы приняты. Какие-то выражения чувств приняты не показать, не проявлять, вот. Отсюда, соответственно, у ребенка, скорее всего, агрессия, агрессия, это такой вот, ну, такая, я бы сказал, я бы сказал, непрямая защита. Спасибо. Дальше. Доставал всем мне мужу, бабушкам и дедушкам. Ну, если ребенок один и, допустим, если много родных, и, допустим, если ребенок получает много внимания, это, как не странно, может восприниматься и ребенком, и ребенком. Именно ребенок. Именно ребенок. Как нарушение лишних границ. Ну, именно вот, его, так сказать, ребенок, ребенок, именно ребенок может воспринимать подобное, как нарушение. своих личных границ. Вот. Это бывает довольно часто, довольно часто так появляется, когда слишком много заботы, слишком много внимания, слишком много других людей. Так, это ведь попытка завершить свои личные границы. Второй ребенок. Сейчас ребенок, который один год, наоборот, сейчас пытается не угодиться, вместе проводится на больше времени, ходит на меня хвостом. Это стало чувствоваться после того, как ходил, пошел в сад. Ну, то есть, здесь чувствуется ваша, его, точнее, привязанность к вам. Вот. Важно увидеть, как вы это делаете. Как с моим членом семьи агрессия осталась, у нас есть, это уже может быть либо то же самое, либо ревность. Особенно стояться нужно. У вас конфликт с этим нужен. Это, на это указывал мой коллега, на это указываю я. Указываю я. Поэтому каких-то видимых поводов нет. Ну, видимый повод – это ваш конфликт. Ребенок это чувствует и, бессознательно, обращает этот конфликт. Вот. То есть, здесь не нужны поводы. Вот. Так, значит, муж может вообще ничего не говорить ребенку, не ставить его оказаться пробитым. Ну, это забавно. Забавно. Взрослый мужчина побит ребенку с трех лет. То, что вы говорите, знаете, как-то. Я когда это прочитал первый раз, я сейчас второй раз прочитал. Первый раз, когда прочитал это, у меня возникло ощущение с этой, такой вот, как будто бы вы как-то, не знаю, то ли с пренебрежением здесь к мужу, то ли с насмешкой, то ли ироник какая. Понимаете? То есть, вот есть в этой фразе, вот эта фраза, оказывается, пробит, есть в этом какой-то, какой-то месседж, какое-то сообщение. Вот. Но какое, какое именно, я пока уловить не могу. Оно как то, что, значит, что в этом есть ваше какое-то отношение. Вот. И это важно увидеть, увидеть вам. Вот. То есть, вам важно увидеть, как вы относитесь к этому, к этой ситуации. Вот. Потому что, если вы не замечаете или не остановите, например, каких-то своих реакций, то будет проблем. Дальше. Реагирует, может спокойно, срок говорит, сыну, что нельзя так завести, он будет на кого-то наказывать. Нет, не работает. Это не работает, абсолютно. Потому что, нельзя себя так вести, но, когда отказывается на кого-то наказывать. Вот. То есть, это вот, что если вы делаете, эта игра, вот. Ваш сын получает что-то для себя в этом. Ваш муж что-то в этом для себя получил. Получил. Вот. Они что-то не так, не так работают. Говорить с ребенком, например, на языке, там, допустим, нельзя, можно. Это прямой путь к путь вообще. Ну, никуда. Поэтому, то, что вы делаете, это, вот, чисто так вот, создать видимость, да, видимость какого-то воспитания, может быть, равно как и ваши с ним разговоры. То же самое, как бы. То есть, это, это та же самая история. Вот. То есть, та же самая история про то, что вроде бы, ну вот, внешне вы ведете себя как мама, да, и понятно, может. что, наверно, как, такая мама строгая, вот, чисто внешне, если бы так выйдет. Но, вот, практически получается, что ребенок, он, ну, как бы, он не получает ничего. и какого-то контакта с ним, у вас не возникает, у вас не будет час, потому что вы не чувствуете его, он не чувствует соответственно. Вообще, как мне кажется, несколько не в ладах находятся в своей эмоционально-чувственной сфере. Дальше. Значит так, еще сейчас я говорю, мы уже типа, уходи, уходи, это ваш, это ваш посыл, непонятно откуда набрать такой жесток статус вас, только вы отправляете. Я по-разному пробовал бизнес-сильно, нет смысла такого поведения, но как бы смысл, если вы действуете так же, только на другом уровне. Немножко взрываться в конфликциях можем, нет. А если-то обиды на него срывок, а не удовлетворенность, то подобные вещи будут так или иначе проявляться. Поэтому, что-то не объяснять на ребенку, а скорее интересоваться его состоянием. Говорю о том, что это больно, что он будет благо, что мы обидно это вызвали. Это, опять же, принижение вашего мужа, обратите внимание. Папа его сильно любит, нельзя так посмотреть, но, опять же, здесь язык запретов. Ребенку на то, это не очень интересно. Срок запрещаем и так себя вести. Ну, да, при этом запрет не работал, молодец. Тем более, что вы сами, опять же, повторюсь, действуете по-другому образом, только на другом уровне. Но вопрос, зачем, почему так себя ведешь, почему излишне? И как, и как вам ребенок три года объяснить причину такого сложного состояния? Вот. Ну, понимаете, да, вот, как бы, все это на поверхности. То есть, задает видимость того, что вроде будут что-то делать, но так, немножко так. Либо запрещают, либо, как бы, проводите с ребенком, ну, я понимаю, может быть, это... Развучить несколько... Утрированно, но допрос. Вот. Это натурально выглядит, как допрос. Дальше. Сейчас просто длится, наверное, дальше, всего хочется. В общем, ладно. Опять же, вы ничего не говорите здесь про себя. Вот я бы тут рекомендовал книгу Юлии Борисовны Гиппендрейтера «Общаться с ребенком как», но повторюсь, вам нужна личная психотерапия и семейная вместе с мужем. Он всегда помогал мне с сыном, кормил из бутылочки, глянул, но начинал день остаться с ним, и вы сложили упрекнуть непредвиденности к уходу воспитания ребенка. Добавлено, что у вас возникает такая мысль о том, что вы можете упрыгнуть, как будто бы ездить в скрытые претензии к нему, несмотря на то, что формально предъявить ему нечего. Сейчас у него опускают руки, ему не хочется идти домой, не хочется купить дробинку, у нас любой взаимодействие, и за ним ведет ВК Грис и его адрес. Но я повторюсь, это, вот опять же, как сказал мой коллега, это конкурент конкуренции. Животность номерально, это может легче влиять, кремится недружелюбный контакт работного без рукоприкладства и быстро решаться. Опять же, довольно интересный получается момент, почему-то вы говорите про рукоприкладство. Да, вы говорите, что его нет, безусловно. Безусловно вы говорите, что его нет. Но почему-то вам эта мысль возникает, эээ, почему-то у вас эта мысль возникает. Это, в свою очередь, наводит меня на мысль аром, что, может быть, может быть, у вас есть какие-то неотрагированные чувства и эмоции. Так, ээ, ну и с родителями проживать без внимания к личным границам своим достаточным словам. С моей стороны, был момент, когда мы говорили с сыном, это были единичные истинные случаи. А больше не надо, травмы нанесли, как себя мысль показали и всё. Помогите, пожалуйста, понять причины агрессивного поведения ребенка. Как вы это представляете себе? Ну, то есть, есть два варианта. Первый вариант – показать сыну детскому психологу. Второй вариант – это поработать с вами и с вашим мужем. Только-только так. Почему он бьётся на его помощь по мужу? Потому что это отношение ваших к мужу. Скажите вас, как правильно реагируют к мужу и мненоподобное поведение с их сыном. Но дело надо разобраться с вашей эмоциональной жизнью. И вас, и мужа. Тогда уже можно будет что-то выявить и выявить и как-то вас направить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok